приветствую всех уважаемых друзья в эфире очередной выпуск программы такси и я ее ведущий рамазан амаров сейчас мы поедем к нашему очередному гостю и зададим свои фирменные вопросы а пока я напоминаю что спонсором нашей передачи является такси анжи друзья мурат юсупов предприниматель спортсмен уже бывший правда и многодетный многодетный отец мурат как дела рассказывать давно не виделись чем занимаешься давай чтоб телезрители понимали это сам до конца еще не понимаю сколько сколько у тебя детей для начала 5 детей маша латте сколько лет 33 года и 5 детей уже сейчас будет 6 и как вообще как еще удается воспитывать нелегкий тут как женщине тяжело не знаю честно не спрашиваю как тяжело не жаловалась барака даже жалобы не слышал пока чем занимаешься строительство строим частные дома строим до трех этажей дома то есть предприниматель ну правда короче строительство фирма дизайн студия занимаемся дизайном ты еще в курсе что у нас как бы викторина и в процессе викторина у нас будет диалог небольшой но такси в котором не платят деньги но ты можно работать будет пять вопросов правило наверно ты знаешь смотрел выпуске так слышу ну я смотрел выпуск я там скис кем посмотрел вот это по ушу сандаш а тыквандист ради кисаев но сейчас у нас инстал аудитория будет отсутствовать помощь но вдруг если захочешь просто я не хочу нас все нибудь процесс то есть мы у нас быть в процессе нашего диалога будет викторина я думаю на все отвечу на все пять вопросов но у нас вопрос так скажем не совсем легкий мурат это подготовил для тебя я но ты можешь воспользоваться внутри три подсказки в любом случае инста аудитория 50 на 50 и звонок другу это в любом случае то есть если ты захочешь инста аудитория мы включим ты можешь обратиться они подскажут ему отключаем потому что если как бы мы процессе всего нашего диалога включим зрители то уже потом в смотреть будет неинтересно поэтому естественно я решил как бы не включать инстаграм и чуть-чуть поменять правила игры согласен давай наверно ну иначе никак не мы довозим до конца дохода даже ты проиграешь мы довезем этому так что за это не переживай в общем так первый вопрос друзья какая птица является символом мудрости жар птица кукушка сова или летучая мышь символом мудрости картица является жар птица кукушка сова или летучая мышь это легкий вопрос мурат цена вопроса 100 рублей почему как ты думаешь не буду томить плюс 100 рублей на саванну с образу живут долго сидят на умах действительно и поэтому они являются символом мудрости ну ладно а ты вообще сам на кого учился я и учился в налоговой академии юриспруденция на юриста и по окончанию не решил не идти по это год поработал в органах почему не понравилось понял что чуть не мое захотел дальше продолжать работать но здесь так или иначе косвенно поливонами касается да и и и распределиться и так далее все равно по твоей части сейчас ну я честно кроме строительства же еще но у тебя ты получается предприниматель многотепный отец вообще что особо ты помнишь вообще сколько им лет конечно дочки 6 вчера 7 было дочки а шала поздравляю кстати как отмечали и помнишь дату каждого да конечно как я могу и то же мое дите сын одиннадцатого одиннадцатого двадцать одиннадцатого дочка 4 0 2 14 ничего себе друзья 28 27 ноября 2015 29 декабря 2016 и 13 февраля 2018 пример папа как как говорится заслужил да это звание многодетного отца маша ла а сейчас не каждый может похвастаться дату своих детей дата рождения но вообще как получается баловать их радовать их а ты вообще дома как часто пройдешь ну стараюсь по вечерам как освобожусь вовремя после дела работы сразу домой домой а как же друзья у тебя наверняка тоже немало я так знаю друзьями тоже провожу неделю один раз два раз так основу стараюсь быть дом слушай вообще интересуешься политикой я не знаю разных стран и в том числе российской летели вообще не интересно занимать свои работы с ними и так далее интересоваться как слушаю новости но такого прям интереса так сильно углубляться интересоваться и итак второй вопрос смотри в англии существует такой закон что за наезд на животное наказание строже чем за наезд на людей считается что животное беззащитно перед автомобилем потому что идут варианты ответов не может отомстить не может убежать не разбирается в марках автомобилей или не знает правил дорожного движения почему такой закон в англии ваше животное само по себе даже она же не разумная как человек поэтому они знают на правила дорожного движения и она сюда выходит на проезжую часть и мы должны быть бдительны смотреть то есть правила дорожного движения потому что она не знает другого что еще нужно не может убежать ну убежать в такой ситуации человек не может убежать если уже наезд будет поэтому но человек же смотрит видит правила видит пешеход там не может отомстить может поэтому не знают правил дорожного движения а убежать то дальше убежит уже снесут плюс 200 рублей мурат не буду томить на самом деле это так она не знает правила дорожного движения поэтому закон англии относится именно занавес на животное строже чем занавес на людей так совершенно верно и у нас общий счет так скажем в копилочку мурата 300 рублей плюс бонус ты предприниматель какие сложности возникают в процессе с людьми общения и так далее да конечно я не скажу что я такой прям гигант предприниматель да ну как-то стараюсь ну у тебя в любом случае какая-то какой-то контакт с людьми да конечно ну есть контакт с людьми старшим людьми очень тяжело дать работать почему у нас люди что такие капризные но как как это проявляется в чем проявляется капризность в том плане что тяжелые плане большинство людей которые не знают работу окончании не знает что они хотят что они хотят они не знают они не знаю работу многие люди лезут туда куда им вообще не следует лезть хотят тоже изучать тем чем я занимаюсь правильно да люди когда заказывают наши услуги до нашей строительной фирмы услуги люди стараются туда тоже влезать как-то вникать еще вникать это это конечно их право вникать потому что это их дом там их конститура ну бывает что такое нету короче у них знаете как знаешь как нету вот итога конца как я скажу конечного результата нет вот да они сами не знают чего они хотят короче большинство людей бывает что даже вот люди заказывают дизайн-проекты но дизайн-проект вот они утвердили все сделали мы начинаем делать по дизайн-проекту это все его концовки просто половина дизайн-проекта меняется процессе до в процессе люди начнут они сегодня это не нравится нет то не нравится но они за платят нет да вот именно что за то что они платят вот поэтому и такие капризные нет имеется ввиду даже если меня и так далее то есть так они это то я понимаю ну просто вот я же тебе говорю поэтому или просто жалко их или что мне жалко их тоже мне жалко их не потраченные деньги как-то стараемся чтобы люди лишний раз них не были дополнительные расходы человек оплатил и чтобы все как положено все было хорошо и пошел процесс но как-то заранее не предупреждаете что может такие проблемы такие может пересмотреть ну так-то каждому себя предупреждаем мы всегда говорим что так лучше не делать так лучше сделать как-то даем советы и уже одна же тоже не многое не зависит зависит сама клиента уже как он сам захочет все захочет а то что я ему дам свое мнение есть кто прислушивается есть кто мнению большинства прислушивается он может и у того и этого пятого десятого спрашивать потом свое мнение как-то у нас все же большинство то есть большинстве случаев большинство то есть бывает такая категория да да есть такие неадекват а раньше такого не было чтобы заказывали людей до дизайн проекта там прораба там сейчас начали как бы потом дизайн проекта очень легко люди большинство люди сейчас как люди зарабатывают деньги настроены как у них цель зарабатывать деньги есть у людей деньги вот сейчас вот ты как предприниматель видишь ездить их нет у людей денег ческа чуть туговато ну что давай я задам час третий наш вопрос скажи пожалуйста самая высокая часть света азия европа африка антарктида самая высокая часть света это по горам ну в том числе европе самая высокая гора какая в европе самая высокая гора может антарктиде может быть азия же такая страна вообще в азии ты такую часть материка же получается это все горные но я хочу аверест и находится эверест сейчас кстати как ты улучшился неплохо неплохо определенные предметы знал хорошо определенный при на физика химия как обычно это было очень тяжело физра и так далее в общем на хорошо закончил может все-таки подсказка ты можешь позвонок другу сделать может 50 на 50 как-то они все таки своих делах а так азия сто процентов сто процентов слушай но такими тапами мне все деньги заберу потому что азия она как-то ну как я помню да по географии азия азия вот эта часть материка она вся такая сажали это неправильно азия на самом деле там находят самые высокие горе горы вообще в мире в том числе эверест джамалунгма и так далее все находится там нас в европе только эльбрус находится плюс 300 рублей мурат но ты удивляешься честно не ожидал да что ты я тебе подготовил специально тоже на это такие вопросы нелегкие самом деле мурат тебя сейчас плюс 300 рублей того 600 рублей ты зарабатываешь 600 рублей до следующий вопрос у нас цена вопроса будет 400 рублей 4 вопрос но намного сложнее и естественно пятый вопрос самый сложный будет религиозного характера вообще школьные предметы вообще школа школьные знания насколько они важны насколько тебя не понадобились в жизни честно сказать если вы вернуть время назад я бы наверно на пятерке старался бы учиться и все кто молодым кто смотрит я советую всем учиться школу это азы знаний по идее кто бы что не говорил мы да пока молодые думали да зачем это школу в институте получился но когда уже взрослеешь ты понимаешь что умным будет хорошо то есть они просто нужны бывают эти знания очень и школьные знания нужны и университетские знания нужны и дальше тоже надо развиваться ты для детей что жила что сам сам тоже спортом занимался тебя есть сын да я сын из супа дочери сколько вообще четверо дочери мошала четверо дочери один сын у тебя сын куда пойдет какой вид спорта или пойдет ли вообще учиться это одиннадцать почему бокс но ты же понимаешь что бокс чуть травмирует голову но ты на что больше упор ставишь там образование или спорт честно сказать что я хотел бы если он будет образован он будет и хорошим спортсмену по идее если так взять образование и спорт друг другу вообще никак не мешают то что это все да должно быть человека свое желание да вот чтобы все чтобы дети и занимались ерундой там так далее что вообще как ты вообще вот и воспитываешь детей какие советы как про хорошо воспитывать так чтобы они развивались в правильном направлении ну если всегда надо детей занимать чем-то нельзя им давать много свободного времени это лично да я по себе по себе по-своему вас у меня вообще у детей нет вообще свободного времени утром в школу со школы пришли после школы час дома потом на кружок один потом пришли домой покушали 5 часов вечера 5 на второй кружок и вот так занимают детей чтобы они постоянно вот этот круговорот вот времени всегда был занят и чтобы у них не было свободного времени думать о чем-то другом поэтому всегда надо занимать свои дети были постоянно заняты постоянно чем-то шубер голова всегда думала этим занят за вот о том о чем не знаю что они всегда бы и развивались конечно развивались это однозначно просто если мы детей оставим просто свободно плавали просто чтобы они свободны но это мое личное мнение да я не знаю кто как может я в чем-то и не прав но я так лично я хочу я хочу чтобы мои дети всегда чем-то были заняты, примерно рисованием. Хочу, чтобы они пришли с рисованием, рисовали. Потому что у них мысли будут только, как правильно нарисовать, и будут о рисовании. Делая уроки, они будут думать, что они делают уроки, и будут думать только о уроках. У них не будет потусторонних, вообще каких-то посторонних мыслей, вот этого всего не будет в голове. Поэтому я думаю, что самое лучшее – это занять своего ребенка, и чтобы у него была всегда занята время школа, если мальчик – спорт, со спорта пришел в уроки. И обязательно, честно сказать, советую людей, чтобы изучение религии тоже. Чтобы детей отправляли на право, чтобы изучение. Ну, мне не пришлось, чтобы меня отправили на коран, на изучение. Поэтому мне приходится сейчас само ходить, изучать как-то потихонечку. – Параллельно своей работе? – Да. А своих детей, правильно, я хочу занять, чтобы они и знали свою религию, чтобы они знали азы, всего. Потому что пока я живой, я хочу, чтобы они знали религию свою. Но дальше, если меня не станет, я хочу, чтобы у них от меня что-то осталось, да, религиозное, чтобы я им мог что-то дать, да, привить. Давай, я задам четвертый вопрос и продолжим нашим тюним. Дагестанский путешественник Евгений Гвоздев в одиночку, тебе надо угадать, что он сделал в одиночку, покорил Джамалунгму, преодолел пустыню Сахара, совершил круглосветное плавание или преодолел джунгли Амазонки. Что он сделал? Дагестанский путешественник Евгений Гвоздев в одиночку, преодолел пустыню Сахара, джунгли Амазонки, совершил круглосветное плавание или преодолел, покорил Джамалунгму. Это сложный вопрос, согласен. Но у него очень интересная история, если честно, я тебе потом расскажу. Прям вообще очень интересная, человек как вообще покорял и так далее. Мне кажется, что он покорил, в гору поднялся один. Джамалунгму, да? Один в гору, это реально вообще? Для дагестанцев, да, похоже? Если у нас есть цель, надо идти к небе. Ну, я согласен. Амазонка, это чуть нереально, чтобы с Дагестана поехать на Амазонку. Ну, есть круглосветное плавание, есть Сахара пустыня, да. Сахара пустыня, она очень огромная, необъятная. Ее то, чтобы пройти в одиночку, это, не знаете, надо на то ли таким. Ну, джамалумма, это... Ну, джамалумма, это что там, суд, ну, неделя-две там максимум. Пройдет там, снаряжение, поднимется. Ты думаешь, так ли за две недели можно покорить ее? Ну, смотря какими темпами, да, я-то не видел, я даже не был на этой горе, не знаю до ее... Высоты, да, как она там поднялась. Ну, я думаю, более реально это одному подняться только в гору. Ну, Сахару обойти, это просто, я считаю, что это нереально просто. Это потому, что она огромная. А, ну, рассветное плавание? Ну, рассветное плавание, а день на чем управлять поплыл? На лодке, что ли? На яхте. Ну, на яхте тоже плыть, это... Тоже это не так легко, это... Ну, заправки, то все... Может, машины... В джунгли? В джунгли? В джунгли... Ну, смотри, у тебя есть подсказки, Мурат. Ты можешь воспользоваться, можешь все-таки воспользоваться, воспользоваться, но 50% от суммы ты не получишь. А что ему-то? Да, Гану. Джаманунба. Да. Окончательный ответ. Да. Неправильный ответ. Правильно? Евгений Гвоздев в одиночку совершил кругосветное плавание и вошел в книгу рекордов Гиннеса, потому что он в одиночку это сделал на яхте, маленькой яхте. Называлась она Лена. Второе свое кругосветное путешествие, плавание, одиночку, опять же, он совершил на еще меньшей яхте, под названием Саид. Он не построил себя на балконе, у него 5 метров, ну, 5,50 у него было, получается, по размерам, он назвал ее в честь Саидомирова. Человек, который спонсировал его плавание, его кругосветное плавание. В общем, он третий раз тоже, вот я вот в этот момент так и не понял, он его совершал и в итоге в процессе умер он в море, то есть, когда совершал в процессе. Ну, в общем, он три раз совершал в одиночку, у кого-то светлое плавание. Так что этот человек, дагестанский, кстати, он, путешественник, чтобы ты знал. Ну, ты же, я сам делался. Ну, 600 рублей у тебя все равно остается. Так, ну, о детях поговорили, о самом важном, так скажем. Есть вообще в перспективе, ты, точнее, сам вообще хочешь еще? Детей? Да, да, у тебя уже сейчас шестное скоро будет. Я же не знаю, честно, как я могу на это вопрос ответить. Ну, ты, как, человек планирует определенное количество детей, да. И у тебя вообще сколько было? Вообще-то сколько ты вообще мечтал, да, детей изначально? Честно, я мечтал детей, 8. 8 детей? Ничего себе. Приходил я, вот эта, жизнь кипела в доме. А, тебе это все нравится? Ты любишь детей? Да, конечно, это мое лекарство, да. А если бы жена, к примеру, сказала, слушай, я уже не могу, может, хватит? Тогда второе. Ну, отчасти, да, религия позволяет, почему бы и нет? Слушай... Пятый вопрос, друзья. Это хадис в сборнике Бухарь есть. Под номером 43. Ну, в случае, если кто-то хочет проверить. Цитирую хадис. Больше всего Аллах любит такие религиозные дела, которые человек, совершающий их, совершает. И теперь вариант ответов. Сразу могу ответить. Совершает. Первый вариант скрытно. Второй вариант постоянно. Третий вариант в большом количестве. И четвертый вариант с хорошими мыслями. Прежде чем ты ответишь, Шамурат, я тебе хочу сказать, что это вопрос нелегкий. И... Ну, в общем, скрытно ты думаешь. Да. Это 100% ты уверен в этом. То есть... Постоянно. Постоянно тоже как бы... Постоянно? Постоянно. Постоянно молить дела. Постоянно тоже... Дела и так-то постоянно, как-то искать. А если в большом количестве тоже как бы... Тот, кто расходует свои мышцы скрытно и явно, ночью и днем, что Аллах воздаяние увеличивает. Я как-то читал. Ну, это же другой хадис. Ну, по-любому, мне кажется, что Всевышний Алла любит, когда бывает, что человек делает скрытно, помогает людям и... А пока Зуху... Смотри, у тебя два... Еще есть две подсказки, Мурат. Две подсказки. Есть звонок другу. Есть 50 на 50. А, ну ты еще не воспользовался инст-аудиторией. Если ты захочешь, мы можем включить и... То есть... В общем, у тебя есть подсказки. Ты можешь воспользоваться и 50% от стоимости как бы вопроса ты не получишь. Но зато ты ответишь правильно. Тоже смотри, если я так просто так думаю, я так не сильно люблю. Ну, конечно. Ну, ты вообще... С хорошими мыслями примерно, если так сказать. С хорошими мыслями. Каждое дело, которое ты ради Аллаха делаешь, они как-то бывают с хорошими мыслями. Правильно? Ну, да, конечно. Естественно. Ты вот делаешь... То есть автоматически... А делаешь, это уже ты с кайфом делаешь, с душевным. Я просто по себе говорю, если я делаю, говорю ради Аллаха, я от этого получаю удовольствие, то, что я человеку делаю. Это уже с хорошими мыслями. Если делаешь, уже делаешь, да? Делай, да, короче. Потом, в большом количестве... Конечно, в большом количестве тоже хорошо. Но у нас есть же тоже количество. Это наш закат, который мы обязаны оплачивать. Делай ли ты ее в большом количестве, делаешь ли ты его в малом количестве, конечно, это хорошо в большом количестве, если у тебя есть возможность, но у тебя есть какая-то стабильность, сегодняшний налажение указывает, наверное, что если у тебя есть деньги, делай в большом количестве, может, человек получает 20 тысяч зарплату, да, примерно, и он же должен в определенном количестве свой закат по-любому оплатить, правильно же? Ну, я считаю, что это уже зависит в большом количестве, конечно, хорошо, но это уже от возможности зависит, в каком количестве ты его делаешь То есть, твой окончательный ответ? Ну, я думаю, скрытно Окончательный и бесповоротный? Да Давай я заново, типа, что это? Все, мы сейчас, я принимаю твой ответ Скрытно В сборнике хадисов Бухари, под номером 43, есть такой хадис Больше всего Аллах любит религиозные дела Любит такие религиозные дела, которые человек, совершающий их, совершает постоянно То есть, стабильно Правильно сказал недавно, прямо у тебя она вылетела с языка Стабильно, постоянно совершающий Твой выигрыш, в общем, составляет 600 рублей Это, в принципе, нормальный результат, Мурат, я тебя с этим поздравляю Ты не воспользовался ни одной подсказкой Я думаю, я даже в двух вопросах воспользовался даже тремя подсказками и мог бы ответить правильно В принципе, на все вопросы ответить, да Ну, ты решил как бы сам, самостоятельно Ну, зато буду знать, что есть такой хадис, который Всевышнего любит, чтобы постоянно делали хорошие дела Да, стабильно, в общем Стабильность А так, а ситуация, если так сказать, в целом в России, там, нашли митингов Нашли митингов Навальных, там, всяких Если бы начать разговаривать, ты как вообще посмотришь на эти митинги все? Нужны они? Что они приносят людям? Знаете, что, я считаю, что это бессмысленно идти Вообще не нужны, зачем они нужны? Вот от того, что они вышли, что-то там поменялось, что-то Ну, как бы они выражают свое недовольство Ну, выражают, они выразили, да, вот Пусть выражают, так-то их не... Каждый человек здесь говорит, что свобода слова есть Ну, вот выражают они свое, но их никто же не слушает Ну, если так взять, да Там, конкретные факты же нужны, чтобы это все доказывать То, что они там... Расследование проводили? Да, то же самое Навальный Или еще кто-то Поэтому я в этот момент не понимаю, я не могу ничего сказать А то, что Путину власти, там, 20 лет Поменяется, он тоже уйдет в другую часть Он хоть сейчас как-то Россию, может, собирает, может, собрал Как-то кучу А уйдет он, сейчас что будет, кто знает, другой придет Что его сделать с этой Россией Может, вообще какой-то дурачок придет Ну, хоть как-то что-то уже, как тебе сказать В свою колею вошел, короче, он За 20 лет уже знает, что и делает Может, да, нигде и не везде хорошо же у нас Ну, да, проблемы есть Это же, ну, большинство же тоже, знаешь, зависит же от самих людей тоже, честно сказать Вот бывают моменты, да Людям делают, правильно, красоту Люди это не ценят Бывает, что приходят, кто-то поломал светильник Кто-то поломал мусорную урну Кто-то что-то сделал Ты вот один раз делал хорошее Тебе добро мне ответили Второй раз, третий раз делаешь, у тебя уже руки опустились и говоришь, да, лучше вот так оставлю, допустим А так, в принципе, я считаю, что в целом считаю, что это бессмысленные митинги Бессмысленные, Навальный сам кто вообще? Во-первых, для меня это человек нацист вообще Я считаю, если такие, как Навальный придут, это вообще катастрофа Не оставите от России ничего, да? Тут я хоть чего бы не было, по-любому, да, мужик, да У него что-то мужское по-любому есть, а этот придет, я знаю, что здесь вообще катастрофа будет И что там поддерживать его тоже, кто стоят там? Детский сад, дети стоят и которые... Ну, это твоя позиция, твоя позиция, понятно, но в принципе, в целом... Бессмысленные, в целом В целом, да, и согласен с тобой тоже Мурат, сейчас мы пропаркуемся, я тебе отчитаю твою долю Хорошо Так, давай мы пока в пробке стоим Давай я сразу тогда с тобой рассчитаюсь, Мурат Мурат, твои заработанные 600 рублей честным путем Твой выигрыш Спасибо тебе Баркова, чтобы этот... Мне карман аккуратно Поговорил, так скажем, по душам Да Хорошая пикдача Спасибо Ну что, друзья, пока мы ищем место паркануться Я хочу с вами попрощаться Амурату пожелать всего самого наилучшего, всего самого хорошего Чтобы в этом же духе, с такими же мыслями, с такой же философией жизни продолжал свой путь жизненный и воспитывал своих детей Баркова, я вам рад за беседу Тетя Патя, дайте я вам сейчас все объясню Смотрите сюда Скачивайте приложение такси Анжи Сначала скачали Ага Потом пишите адрес, вот, куда они должны приехать Вот где вы сидите, вот сюда они должны приехать Потом пишите адрес, куда вам надо поехать Ага Вам сразу пишут, какая машина приедет Через сколько времени приедет Какой водитель там будет сидеть за рулем Это хорошо Вот, цена, видите, сразу пишется, сколько это будет стоить Можете карточкой оплатить или наличными Все очень легко, просто и удобно С помощью бесплатного приложения Анжи заказать такси стало еще проще Быстрая подача, оплата наличными или картой, любимые адреса и другие удобные функции в приложении такси Анжи А может, значит, можно позвонить племяннику, чтобы он оплатил через карточку Ага Ага Ага